Привет всем! Прошло уже больше шести месяцев с того момента, как на нашем канале вышло самое популярное видео про Ольгу 1972 года и то, как некоторые каналы ведут свою деятельность на ютубе. Набрало он достаточно большое количество просмотров, около 22 тысяч, и комментарии люди оставляли, большинство из этих комментариев были положительными, то есть действительно многим полезна та информация, которую Ольга пытается поделиться в каждом, буквально таки в своем ролике, и просмотр ее роликов становится как бы для них обыденным, то есть каждый день они просматривают какое-то видео, и это составляет часть их обычного дня. Были и те, конечно, кто писали, что они недовольны там какими-то моментами, кому-то не нравится то, что человек в какой-то момент отключает комментарии, но это как бы тоже ее право. Кому-то не нравилось то, что она не называет себя блогером, но это тоже дело, так скажем, каждого. Кто-то считает себя блогером, кто-то себя не считает блогером, я, например, тоже себя не считаю блогером, потому как все-таки есть какая-то основная работа, основная профессия, за которую мы получаем какие-то деньги все-таки, да, А есть то дело, которым мы занимаемся как бы дополнительно, это как наше хобби, какое-то увлечение, и мы пытаемся в этих видео поделиться какой-то полезной информацией, которая может быть кому-то будет опять же все-таки полезной. В общем, я не считаю, что это так важно, что считает себя человек блогером или не считает себя блогером. Кто-то там говорил, что он должна хранить вот эти видео, если он не называет себя блогером, и должна хранить их в каких-то там компьютере, да, и не выставлять их в интернет. Но это тоже, я считаю, что совершенно неверно, так как гораздо легче выставить это в интернет, да, и затем, когда тебе, если хочется что-то посмотреть, ты можешь совершенно спокойно это посмотреть, нежели какое-то огромное количество памяти. Ты просто вообще не представляю, как можно это все сохранить на компьютере, потому как постоянно все удаляешь, потому что памяти не хватает. Кто-то же говорил, что Ольга зарабатывает на своих подписчиках, то, что действительно выкладывает эти видео только ради каких-то, ну, материальных ценностей, так скажем, да. Я считаю, что это тоже совершенно неверно к тому, как человека вот можно было понять. У нее вышло видео про то, когда она закрывала свой дачный сезон, и вот она рассказывает, и ты понимаешь, что это вот буквально-таки про каждого, тот, кто живет в сельской местности, хотя и в сельской местности сейчас вообще трудно сыскать людей, которые всем этим занимаются. То есть, действительно, эмоции похожи, когда в конце сезона накапливается какая-то усталость, ты просто банально устаешь, где-то не досыпаешь, где-то как-то даже, может быть, не доедаешь, так скажем, да. И человека накопилось усталость, не говорит, хоть бы уже отключить этот интернет, вообще выкинуть компьютер и ничего не выкладывать. Ну, правда, человек просто устал. А тут еще заходят различные диванные эксперты, которые пытаются каждый раз вставить какие-то свои пять копеек. Ничего не делая, люди пытаются как-то указать, пытаются как-то выбить какой-то своей колеи, к которой ты идешь. Ну, как бы, у нас, конечно, на нашем канале такое редко, потому что таких людей очень мало, которые заходят и пытаются что-то такое сказать. Их называют многие хейтерами, но я считаю, что это слишком какое-то громкое такое слово, потому что это не хейтеры, это просто обычные мелкие пакостники. Они заходят вот так вот, что-то напишут, и тут же они куда-то уходят. Могут они еще раз как-то зайти. Им приятно писать какую-то такую ерунду, совершенно несусветную. Ну, как бы, пускай пишут, это ничего страшного. По первости, конечно, стараешься как-то их заблокировать, но потом уже думаешь, зачем это делать. Ну, написал им какую-то, конечно, те, кто пишет какую-то вообще просто чушь, таких стараешься как-то от них избавиться. Но те, кто пишет аргументированно, то есть, когда ты действительно чем-то недоволен, и при этом ты аргументируешь свою позицию. Я считаю, что это совершенно нормально, и такие комментарии я всегда оставляю. Когда это все вот аргументированно, человек излагает. Когда просто пишут какую-то ерунду, я сразу же таких людей блокирую. Поэтому вот те, кто живут в сельской местности, они могут понять Ольгу, когда просто устаешь банально. Банально устаешь от всей работы, от огорода, когда это нужно все посадить, все это нужно, так скажем, прополоть, собрать урожай, все это как-то что-то приготовить, а затем и куда-то еще что-то пойти на какую-то другую, может быть, какой-то другой работой заниматься. В общем, от этого просто банально устаешь. Были также и те, кто писал мне о том, что я пытаюсь точно так же, как и некоторые другие каналы, воспользоваться популярностью Ольги и набрать у себя как бы просмотры, часы и так далее, и так далее. Но я вам скажу то, что мое видео вышло оно как... Вот есть причина, да, и есть следствие. Вот оно было следствие. Не было бы причины, не было бы, может быть, и этого видео. Но те, кто это понимает, большое спасибо. А всем остальным можете идти, как у нас говорят многие, лесом. Идите лесом, товарищи. Кто-то тоже писал, что должны там блогеры перед ними просто буквально-таки все им рассказать и показать. Личная жизнь, она многих очень так и интересует, то, что там должна буквально-таки Ольга показать детей, мужей, внуков и кого только угодно. Но каждый блогер, он ведет свой канал в таком именно ракурсе, в котором он выбирает, да. Он так и ведет. Кто-то показывает своих родственников, кто-то не показывает. Банально некоторые вообще не хотят никого показывать, просто потому что люди... Ну, как бы кто-то стесняется, кто-то не хочет там попадать, так скажем, на камеру и в интернет, чтобы кто-то выкладывали. В общем, здесь уже каждый решает, как ему вести свой канал. И это выбор именно самого человека, как он ведет его. И никто другой не должен на это влиять. Я так считаю. Ну, у многих, наверное, другое мнение. Кто-то, конечно же, писал вот там какие-то тирады буквально-таки по таким вот столбцам буквально-таки. Какой-то писанина писали, писали, не пойми о чем. Им пытаешься что-то возразить, как-то высказать какую-то точку зрения. Они вообще это не читают, они буквально-таки опять начинают писать такие вот тирады. Какой-то буквально-таки чушь. Таких первое время пытаешься им что-то объяснить, но потом понимаешь, что таким людям вообще просто объяснить, чего невозможно, их просто блокируешь и все, и до свидания. Такие тоже были. О всех тех, кто пытается как-то вывести из какого-то равновесия, кто пытается написать какую-то гадость ради того, чтобы, наверное, доставить себе какое-то удовольствие. Я их просто называю это собаки на ютубе. Это реальные какие-то злые такие цепные собаки, которые прибегают, оставляют какой-то такой нехороший комментарий, наверное, получают какое-то удовольствие. Ну, ты же понимаешь прекрасно, что вот кто-то написал там мне, что ваш этот рулет просто там какая-то ерунда, его невозможно есть и так далее, и так далее. Но ты прекрасно понимаешь, что это вообще просто полная чушь. И человек просто зашел, как бы оставил этот негатив, может быть, как-то сбросил его даже из себя. Многие говорят, что это вообще, зачем, зачем такие люди, они их просто блокируют. Ну, просто после одного раза, может быть, не блокируешь, как-то стараешься как-то удалить и так далее. Ну действительно, потом просто блокируешь. Потому что действительно, вот эти какие-то энергетические вампиры, как их еще назвать, они просто заходят, пишут гадости и уходят. Для них это норма. Таких людей, конечно, нужно от себя просто удалять. Потому что большинство, что приятно, действительно, большинство людей, они понимают, они принимают Ольгу, вот именно то, как она ведет канал, им все нравится, их все устраивает. И то, когда она как бы попрощалась, закрывая сезон, для них это вообще была катастрофа буквально-таки. Им приятно, им интересно, им полезно, так скажем. Я считаю, что это замечательно, что есть такие каналы, которые буквально-таки становятся частью нашей жизни, частью, может быть, какой-то именно нашей семьи. Это просто замечательно, что такие люди есть, и таких людей нужно ценить, их нужно, так скажем, о них нужно говорить. А у нас большинство, они говорят про совершенно другое, про других людей, наверное, которые вообще, может быть, этого и не заслуживают. А таких людей очень-очень мало становится с каждым днем, вот скажу. Поэтому всем тем, кто писал положительные комментарии, кто действительно, так скажем, кому нравится канал Ольги, те, кто не мыслит в своей жизни без этого канала, всем большое-большое спасибо. И пожелаем им всего самого-самого наилучшего. Но и тем, кто писал какие-то гадости, им тоже мы пожелаем всего самого-самого наилучшего, потому что то, что мы вот от себя посылаем, то нам будет возвращаться. Если мы будем посылать что-то плохое, нам будет тоже возвращаться точно так же плохое. Эффект бумеранга никто не отменял. И как кто-то написал действительно, что вот когда вы говорите, там ко мне обращались, то что вот вам все это воздастся, так скажем, да, ну в каком-то такой, я сейчас не помню точно, какие там были слова. В общем, вы получите бонусы от того, от этого видео, от правдивого, может быть, видео в каком-то смысле. И действительно, вот какие-то бонусы приятные всегда, опять же-таки, приятно получать. Поэтому всем пожелаем всего самого наилучшего, поздравим всех с наступившим Новым Годом, чтобы этот год у нас был действительно счастливым, без каких-то болезней, без каких-то неурядиц, чтобы все у нас было хорошо. В конце-то концов, уже отпустили нас все эти пандемии и так далее. И чтобы мы вообще всем были, наконец-таки, довольны. Те, кто довольны сейчас, мы просто вам завидуем, потому что действительно, какими-то моментами мы частенько недовольны. Ну, правда, потому что где-то, может быть, что-то устанешь, что-то скажешь, где-то еще что-то, не знаю. Хочется какой-то доброты, действительно, больше с интернета позитива, теплоты и открытости в какой-то степени. Открытости, когда ты не врешь. Ты говоришь, действительно, как есть. А когда и вашим, и нашим, это тоже как-то вообще не очень это, так скажем, хорошо. Когда ты и тут, и там, и не там, и не тут. Вот, в общем, надо как-то вот, мне кажется, придерживаться какой-то одной позиции. Вот у меня вот есть она, позиция, она никак не поменялась за эти шесть месяцев. Как она была, эта позиция, так она и осталась. Как мне нравился этот канал, так он мне и будет нравиться. Потому что человека чувствуешь доброго, позитивного, хорошего, с какими-то, можно даже так сказать, благородными намерениями. И то, что какой-то даже вот этот заработок, это все побочное. Потому что, ну, ты ведешь канал, ты за него буквально-таки, может быть, даже получаешь какие-то сущие копейки. Ну, ты его ведешь. Не знаю, может быть, какие-то какие-то фразы, может быть, немножко странно звучат. Но кто понимает, те поймут. А кто не понимает, им тоже все у самого наилучшего. И добра, позитива, мира идут получше. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok